НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что будем делать? Соберем всех и будем думать что делать. И решать должны все вместе. Идем. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА А вы уверены, что надо бабам с женщинами про Валеру говорить? Беда у нас общая, значит, решение тоже должно быть общим. Нет, просто к тому, что если не все нормально воспримут наш этот тип суд, то еще Валеру ментам отдадут. Как большинство решили, так и будет. Понятно? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА А, Гарик, а мне так он мелкий, что в таком участвует? Значит, Гарик не идет, Аня, соответственно, тоже. И Вадим тоже не идти. Женя, как Валера, сутки будет в гараже? Ничего, подышь свежим воздухом, он не полезен. Ну ладно, без еды, я туалет. А вода? Потерпит. А то есть, ну чего ты суетишься? Ну завтра отнесу ему воды с утра. Может, ты объяснишь мне? Почему ты мне не позвонила? Когда? Ты знаешь, когда? Когда Валера к тебе подошел на вокзале. Я же нормальным языком попросил предупредить. Он обратился ко мне за помощью. Я не могла. Валера, он много для меня сделал. А если бы он свалил? Столько народу угорухал. Столько жизней поломал. Если бы он свалил, то это было бы из-за тебя. А откуда я могла знать? Ты мне что-нибудь сказал? А просто довериться, не? Не вариант. Антон. Валера очень много для меня сделал. А мы с тобой? Ну? Мы с тобой. Что? Договаривай, договаривай. Мы с тобой тупо трахаемся. Да? Да? Я все равно не верю, что он виновен. Какие у тебя доказательства? Доказательства. Ну, хорошо. Завтра. Вместе со всем. Ты узнаешь, какие у меня доказательства. Субтитры создавал DimaTorzok Договаривай! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По новостям бы уже давно сказали об этом Держи Кто-нибудь слышал? Да закрытая инфа Я тебе уверяю, по телевизору нам очень о многом не говорят Зато очень много рассказывают об экстрасенсах Короче, одним словом мы этого подрывника нашли Я Женя Леха Серега тоже в курсе, Наташа В смысле? Вы того, кто взорвал, нашли? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, нашли Нашли и поймали Он сидит сейчас у меня в гараже связанное А полиция? А вот полиция об этом знать необязательно Теперь все зависит от нас Как мы решим, так и будет Его судьба полностью в наших руках И кто он? Валера Что? Мама, скоро придет? Сказала, что вышла по делам, а так не знаю Значит, скоро Какая разница? Мало ли чем и заниматься будут Зачем же? Ты даже не мечтай Да нет, Аня Я... Ну, книжки будем читать У тебя их вон завались Это разве много? Вот в том томе было много Я вообще не понимаю, зачем тебе живые книги? Все, что сейчас есть в электронном виде А я люблю живые В них проще погружаться, что ли Когда страницы листаешь и все такое А это, кстати, мое любимое Факты налицо Валера виновен И мы считаем, что он должен Понести суровое наказание от наших рук Он сознался? Напрямую нет Слушай, а ты бы сама осозналась? Нет, ну, если вам нужны доказательства Мы можем надавить? Надавить, то есть пытать? Под пытками любой человек в чем угодно признается Ваши факты всего лишь косвенные улики Я учусь на юриста, я знаю, так это не делается Хорошо, допустим Он виновен А что значит принести наказание от наших рук? Какое наказание? Грохнуть Чего? С ума здесь все посходили, что ли? А по-вашему, чего он заслуживает? Долгой жизни? Взамен десятков отнятых? А как ты собираешься это решить? В голосовании Пойдем послезавтра на мячик со мной? Куда? Ну, на футбол пойдем Нет, билетик лишний есть А Как лишний? Ну, не лишний, нет, я... Я тебе купил Гарик, мне, конечно, приятно, но... Тебе не говорили, что для первых свиданий там лучше проверены места? Например, кино Ты на футболе-то была хоть раз? Да я и по телику футбол не смотрю Да какой телик? Это вообще не то! На стадионе, там настоящий драйв, там надо футбол смотреть Гарик, тебе там с друзьями будет веселее, честно Окей Давай так Я прочитаю легенды ледяного дракона, а ты пойдешь со мной на футбол Голосовать за что? За смертную казнь? Угу Нет, я сразу говорю, я в этом не участвую Может ты сразу к ментам пойдешь? Не советую Мы здесь все повязаны Если кто стуканет ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, в общем, я советую Ясно Так... Я пойду. И что? И что? Нам что, теперь выходить? Отсюда никому нельзя. Да не, можно, Марин, можно. Никто же не держит. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Насчет моего голоса я против. Против казни человека, вина которого не доказано. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Я к Арсеньеву. На пару часиков. Угу. Ладно. У тебя все хорошо? По мне не видно. Лучше всех. Молодец. Пока. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ну что? Голосуем? Я против. Я тоже. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Пока он сам не признается, или не будет четких доказательств, я тоже против. Против. Я за. Ну, это уже не важно. Большинство не поддержало. Я знаю. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ну что мы теперь будем делать? А мы теперь достанем вам доказательства. А потом переголосуем. А если вы не найдете доказательства? Вы его там вечно будете держать? Две недели. Потом сдадим ментам. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КАШЛЯЕТ Мы даем тебе шанс. Докажи, что ты этого не делал. Как? Валера, докажи, что у тебя есть алиби на ту ночь, когда выносили взрывчатку в подъезд. Вспоминай, старичок, 13-е число было, 13-е. Не помню я ни 13-е, ни 14-е, никакое. А я вас уже не переубедить. Воздух только сотрясать. Ну, неправда, Валера. Ну, мы пытаемся разобраться. Штаны никто растянет. Отлить хочу. Эшель. Сейчас. Сейчас. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да все-все, а это мама. Алло, алло, мам, ну это добежать мне, что ли, я не понял? Ты где вообще ходишь? Что? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Все равно я нифига ему не верю. Но у других это нужно убеждать? Вопрос как? Может, покопался в его прошлом? Я пытался сразу знать, были у него там приводы или что-то в этом роде. Понял, что если к ментам свинуться с такими вопросами, то спаримся. А может, к белорусским ментам? Что? У меня знакомый появился, он в милиции. Он мне паспорт делает, и, может быть, можно попросить его знать про Валеру. Угу, отличная тема. Ну что, погнали, поспать хочется. Ждем две минуты. Ну, то есть... Я не хочу, чтобы наши отношения заканчивались. И я тоже. Угу. Ну, зря уже пережили. Ну, это как-то... Да. Переживем. Ладно, я погнал. Здорово, пацан. А ты что, на наш гаде, решил погуляться, что ли, а? Да нет. Ну, просто в морг надо ехать. Чего? К тебе заходил, к Антону. А как добраться, не знаю. Какой он офиг морг? Позвонили с мамой телефона. Говорят, ее машину сбила. По моргу повезли. Не знаю, куда браться. А кто звонил? Не знаю. А морг какой? Да не говорили. А или говорили, я просто с дивана упал, а телефон на столе лежал. И пришлось ползти. Ты в порядке? Да. Я к тебе заходил, к Антону. В морг надо ехать. А когда браться, не знаю. Ты сиди здесь. Я сейчас все разрулю. Сейчас занта хоть гоняю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да ну? Быть этого не может. Чушь какая-то. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это она придумала? И вы все заодно? Типа я думал, что все фигуло. А вы мне говорите этим. Нет, пацан, бывает еще и фигурий. Да? Такой план. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не очень жаль, Вадим. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 тетечку о комик назначит. Будет тебе продукты таскать. Ты не парься. Ну, хочешь? Я буду тебе продукты таскать. Насчет похорона договорился, все межсяк. Слышь, пацан, я хочу, чтобы ты понял, ты не один. Слышь? Я один. Ну, что, твой мент из Гродно не звонил? Да нет, пока. Залобался, за Валерой выноси. Чем чаще мы появляемся в гараже, тем больше поел. Ты что не ешь? Да пюре какое-то испорченное. Нормальное пюре. А как его можно испортить? Да не знаю, ну, привкус какой-то металлический. Ты не заболела? Да нет. Ну, хорошо. Наташа, ты идешь? Иду. Я там буду как дура на стадиону. Да нет, ты что, тебе понравится. Мне все парни обновидуются. Поэтому меня тащишь? Нет, ну ты же говорила, что нам надо узнать друг друга получше. А без футбола меня не узнаешь. Я точно жалею в этом. Слушай, ну давай тебе на лице флаг какой-нибудь нарисуем, чтобы ты за свою сошла. А, значит, сейчас я все-таки похожа на дуру, да? Ну да ладно тебе. Понравится, правда. Ну, укладывай. Что-то произошло-то, я же вижу. Хочешь что-то сказать? В чем дело-то? У меня задержка. Я... со всей этой историей не сразу заметила. Утром сделала тест. Что-то я не понял. В смысле задержка? Впрямую. Ну, что тесты показывают? Две полоски. Да иди колотить. Серьезно? Ну, тест же это... Это же еще не точно, правильно? Врач же должен сказать, что... Да нет. Врачу я уже записалась. Я просто тебе говорю. Так. Прости. Я должен спросить. Ты до меня ни с кем не... Ни с кем. Че, дядя, мы... Значит, поступим следующим образом. Сначала мы сходим к врачу. Пусть он подтвердит, что ты беременна. Ну, а потом что-нибудь... уже будем придумывать. Да? А, звонил мент из Гродно. Похоже, что Валера все-таки виновен. Дай тебе пить. Ты нам на вопрос ответить сначала. Мне надоело. Все нового, ничего не скажу. Давайте уже кончайте с этим. Только быстрее. Ты че, побыстрее на тот свет, что ли, хочешь? Ты... За врачаткой когда-нибудь занимался? К саперному делу. Мешь какое-нибудь отношение? Нет. Откуда? Ну, ты и попался, гнида. Валер, мы узнали про твою службу в Белоруссии. У тебя военная специальность, сапер. Бывает. В жизни совпадение. Дело не в этом, придурок. Дело в том, что ты нам только что соврал. Сечешь? Конечно. А, нет. А еще мы знаем, что ты был в дисбате. Правда, история умалчивает за что. Но, может, ты нам поведаешь, по какому поводу тебя наказала армия? Ну, допустим, скажу. За самоволку. Поверите? Поверите. 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 Она была так же против, как и вы. Если есть желающие, я могу устроить экскурсию в гараж. Сами у Валера спросите. Поверите. 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 Нельзя. Давайте уже закончим с этим голосованием, с ним и закроем эту страницу. Так, давайте голосовать. Поднимите руки и те, кто считают, что Валера виновен. Ну, хоть это уже и не важно. Знаете что, я не могу это слушать. Послушай, Виня, ты только не дребись никому, ладно? И будет всем счастье. Тетя Маша, вы со мной? Нет. Нет, я остаюсь. Я хочу, чтобы убийцу моего мужа наказали. Значит, теперь нам нужно понять, как, каким способом мы избавимся от Валера. Ну, я надеюсь, все понимают, что это должно быть тихо, быстро и без боли. Можно утопить. В ведре просто с водой голову суешь, и ни следов, ни крови, ничего. Господи. Не знаю, яд можно подмешать, чтобы он даже не знал гуманно. Яд, говоришь. Какой? Мышьяк? А где мы достанем другой? А ты знаешь, что делает мышьяк с человеком до того, как убивает? Ты знаешь, какие-то мучения? Можно шприцом в воздуху вкобыть. Я видел в фильме. Короче, пуру затылка – это самое надежное, но гуманное. Ну, а где мы достанем левый ствол? Я достану. Голова болит. Давай с толпу. Что, совсем все плохо, да? Я правда хотела, чтобы мне понравилось, но футбол – это не мое. Дай минуту. Ну, наверное, тогда все. Что все? Тебе вряд ли нужна такая девушка, у которой только голова болит. Ладно, я пойду на метро, а ты можешь с вами догонять. Подожди. Пойми. Не очень нужна такая девушка, как ты. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чего тебе дали? Чего тебе дали? Чего тебе дали? Давай, давай, скорей-корей. Ведер, хорошо. Привет, Миш. Привет. А что ты нам принесла? Здорово, здорово, здорово. Быстро в дом, дождь, быстро, 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 быстро. Пойдем. Привет. Русик, помоги, пожалуйста, там пакет тяжелый. Рус, Миша, помоги, пожалуйста. Давайте вы немножко поиграйте, а я сейчас спущусь вниз, и мы что-нибудь почитаем. Алиса, стране чудес. Отлично, книгу найди. Привет, Настя. Ой, Верочка, милая. Ой, здравствуй, милая. Здравия. Это вам. Спасибо. Батюшки, Господи, слава тебе, Господи. Извини, Настюр, Господь к этим деньгам имеет слабое отношение. Мама, зачем ты так говоришь? Ну, кто же нам тебя послал, как не Господь? Нам, нашим детишкам, вон. Как дела, Миша? Всего хватает? Да все в порядке. Только вот Руслан в последнее время стал хлопот доставлять. Каких? Да ну, пустяки. Ну, переходный возраст. Да не берет вверх в голову. Разберемся. Разберемся. Да не берем. Абонاء. Да не берем. Не знаю. Имеем ли мы право вот так изображать из себя? Кого? Судей? Богов. А брось-то, никто себя здесь богом и не считает. Тогда чего же мы взялись решать судьбу другого человека? Ну, а кто же, не мы? Маташ. Выходи за мной. А это здесь при чем? Да, это здесь вообще ни при чем. Ну, просто я все обдумал. Я решил, что я хочу семью. Нормальную семью. Хочу этого ребенка. С тобой. Я тоже все обдумываю. Я буду делать аборт. Да. Да, Вер. Вер. Слушай, у нас беда. Руслан сбежал. Куда сбежал? Не знаю. Он тут очередной скандал закатил. Я ему велел на чердаке сидеть. Через два часа поднялся к нему, там никого. Только записка, что не вернется. А что еще в записке? Написал, чтобы не искали. Вера, я думаю, нужно звонить в полицию. В беду ведь парень попадет. Не надо никакой полиции, я сама его найду. Как? Миш, я разберусь. Будь дома на случай, если он сам вернется. Давай, на связи. Ты можешь подождать и выслушать меня? Ну, не надо, Антон, не надо, все осложняется. Да почему нет-то? Прости. Прости. Я все понимаю. Я понимаю, ребенок, это не просто. Мы с тобой не так давно знакомы. Вот именно. Но я чувствую, что справлюсь. Ты это понимаешь? Я чувствую в себе силы. Ты это понимаешь? Наташа. Я не знаю, откуда во мне это. Я это просто чувствую. Или ты детей не хочешь? Нет, ты так и скажи. Только я в эту жизнь не поверю. Слушай, Наташа. После всего, что с нами произошло. После этого взрыва гребаного. Ребенок, это же... Это же дар. Это же настоящий светлый дар. Я не понимаю, ты что хочешь, что все угрубить? Мы недостаточно знаем друг друга. Так узнай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Послушай меня. Я уже однажды сделала так. Я вышла замуж. Не по залету. Детей у нас не было. Но потом я в 6 лет не могла сбежать от монстра, каким показалось. Да послушай меня. Просто послушай. Я... Это не он. Посмотри на меня. Ну, какой я монстр. Он тоже так говорил. Здорово. Здравствуйте. Фу! Как вы меня нашли? Ну, это ведь я дала тебе ее адрес, помнишь? Я обратно не вернусь. Ну, и к ней ты, походу, не поднимался, да? Да видел я ее. Где-то час назад, прямо тут. Мимо шла с каким-то мужиком. Даже не узнал. Ну, а чего ты хотел? Она тебя почти 10 лет не видела. Так я-то ее вспомнил. А она почему нет? Слушай, хочешь скажу, почему я нарушила правила и дала тебе ее адрес? Я хотела, чтобы ты сам все увидел и понял, что она больше не твоя семья. Твоя семья это Настя и Миша. Они заботятся о тебе. Любят. Я тоже тебя люблю. Вообще всех вас люблю. Я не понимаю ничего. Да понимаю я больше, чем ты думаешь. Сама была на твоем месте. Только ни Миша, ни Настя у меня не было. Одна была. Совсем одна. Понимаешь? Правда? Угу. Слушай, давай сегодня у меня оставайся. Телек посмотрим. Погнали, а то у меня машину берут. Давай-давай-давай. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ С мамкой надо попрощаться. Я не могу. Она бы очень хотела услышать твои последние слова, понимаешь? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я волну достал. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Отлично. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Предлагаю женщин на этот этап не привлекать. Но они же все равно потом узнают. Само собой, но это сделать, если кто-то должен из нас. Так может, желающие есть? Жень, ну кто, если не ты? Слышь, пацан! Если я отсидел. Это не говорит о том, что я готов убивать, правда? Ну, значит, тянем жеребий. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ладно, я сам это сделаю. Привет. Привет, проходи. Анька не услышит? Она в наушниках уроки делает. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, мы... В общем, мы все решили. Когда? Сегодня ночью. Господи. Слушай, Маша, тебя никто не заставляет. Ты можешь в этом не участвовать. Нет, со мной все в порядке. Нормально. Да, точно? Ну что, слушай, мы подумали и решили, что ты же хорошо готовишь. Да. Мы считаем, что у него должен быть кросяльный ужин. Нужно устроить ему хороший последний ужин. Вот так приятно. Ждем, пока пожрет. Потом ты его снова связываешь. Лелик выходит. Зовет меня. Я его врубаю. Подгоняешь машину. Грузим в багажник и вывозим в лес. Не легче его в гараже просто громкость? Следов столько много. Задолбаешься и оттирать. А звук выстрел? Я глушил к пределу. Из бутылки. Ну что, погнали? Это что такое? Ну и что? И где он? Замок с пилили. Давай, я врубаю. Ты кто-то из наших. Ты кто-то из наших. Стоп. Субтитры создавал DimaTorzok